Хоккеисты Динамо Алтай прямо сейчас проводят третий матч в серии против Чебоксара, пока хозяева идут без потерь, в двух матчах одержав две победы. Однако второй поединок показал, что гости просто так на лед не выходят. Чебоксары много доминировали, атаковали, но удержать победный пыл не удалось. По словам главного тренера Динамо Алтай, такие матчи очень важны для команды. Сейчас по ходу регулярного чемпионата идет процесс обучения, как команда должна действовать в этих разных ситуациях, когда ведешь все эти 3-4 шайбы, когда проигрываешь и приходится отыгрываться. Алтайские биатлонисты завоевали три медали на всероссийских соревнованиях в памяти Романова и Белоносова. Турнир проходил в Екатеринбурге. По итогу гонок на дистанции 4,5 километра у девушек 15-16 лет, золото у Копыриной, а бронза у Тафинцевой. И серебро у нашей сборной на смешанной эстафете. На новогоднюю паузу уходит и мини-футбол. Барнаульский Алтполитек свой последний матч в этом году проиграл Сиптранзиту 6-0. После первого круга высшей лиги наша команда идет на последнем месте, имея в своем активе две победы, одну ничью и 10 поражений. Надеемся, что второй круг чемпионата пройдет удачней. Дмитрий Дроздов. День с толком.